Посмотрите на изображения. Как вы думаете, что их объединяет? В организме муравья находится муравьиная кислота. Лимон содержит лимонную кислоту. Аскорбиновая кислота знакома всем детям. Речь сегодня пойдет о кислотах. Поскольку все кислоты имеют схожий вкус, то их строение должно иметь общие черты. Рассмотрим шариковые модели кислот. Все молекулы содержат атомы водорода. Представим, что нам удалось отсоединить от молекул кислот атомы водорода. Оставшиеся при этом части молекул называют кислотными остатками. Это хлор, NO3, SO4, PO4. Атомы водорода в кислотах могут замещаться атомами металлов. Кислоты – это сложные вещества, в состав которых входят атомы водорода, способные замещаться атомами металлов, и кислотные остатки. Кислотные остатки соединены с атомами водорода согласно их валентности. Как ее определить? Вы знаете, что водород одновалентен. Значит, если кислотный остаток соединен с одним атомом водорода, его валентность равна единице. Например, HCl, HNO3. Если кислотный остаток соединен с двумя атомами водорода, значит, его валентность равна двум. Например, H2SO4, H2CO3. Если кислотный остаток соединен с тремя атомами водорода, значит, его валентность равна трём. Например, H3PO4. Химическая формула любой кислоты начинается с символа водорода, после которого записывается формула кислотного остатка. Кислотный остаток имеет определенное название. Например, хлороводородная кислота. HCl, формула кислотного остатка хлор, его валентность 1, название кислотного остатка хлорид. Обратим внимание на физические свойства кислот. При нормальных условиях это жидкие или твёрдые вещества. Большинство кислот растворимы в воде. Внимание! При работе с кислотами следует знать и соблюдать меры безопасности. Кислоты являются едкими веществами, поэтому при попадании их на кожу, в глаза, возникают химические ожоги. При попадании кислот на ткани они разрушаются. При попадании на кожу необходимо сразу промыть участок повреждения водой, а затем раствором питьевой соды. Так как кислоты пробовать на вкус опасно, их наличие можно определить по изменению окраски специальных веществ, индикаторов. Индикаторы – это особые вещества, изменяющие свою окраску в присутствии кислот и ряда других веществ. Для определения кислот на уроках химии используют следующие индикаторы – лакмус, метиловый, оранжевый, а также универсальную индикаторную бумагу. Обратите внимание на окраску индикаторов в воде и как изменяют свою окраску индикаторы в кислоте. Экспериментально убедимся в способности индикаторов изменять свою окраску в присутствии кислот. Продолжение следует... Подведем итоги. Кислоты – это вещества, состоящие из атома водорода и кислотных остатков. Индикаторы – это особые вещества, изменяющие свою окраску в присутствии кислот и ряда других веществ. Кислоты – это вещества, состоящие из атома водорода и кислотных остатков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...